Дорогие друзья, предлагаем вашему вниманию отрывок из лекции Александра Геннадьевича Хакимова, как спокойно принимать верные решения. Алматы, 27 августа 2021 года. Полную версию лекции смотрите по ссылке в описании к этому видео. Давайте по гриморазуму. Итак, ум легко заблуждается приятными вещами и неприятными вещами. Неприятно отвергает, приятно принимает. Неважно полезно, неполезно, он не различает эти вещи. Только приятно, только эмоционально он реагирует. Отсюда наркомания, алкоголизм и все остальные, все негативные последствия. Это функции просто ума. При этом люди умные. Они запоминают информацию, не владеют информацией, не изобретают технологии, машины. В этом экспертом, потому что ум очень сегодня подвижный и развитый, но мыслит невысоко, примитивно. Сложная жизнь, примитивное мышление. Вот эту сложную жизнь он знает очень хорошо. А уровень очень низкий, всего лишь платформа чувств. Одинаковая с платформой биологической животных. Вот можно так жизнь прожить на уровне биологического уровня сознания. И там какая любовь? Биологическая. Сегодня уже секс и любовь как бы объединили понятия практически. Серьезная ошибка в нашей цивилизации. Самая серьезная ошибка вот в этом заключается. Что любовь и секс объединяют практически в одно понятие. Если сексуальная жизнь как-то не складывается, у людей они разводятся. Я, знаете, это где прочитал? В Пуранах предсказания нашего времени. Что в наше время описывается в Пуранах, одиннадцатая песня Бхагавата. Брак будет в фантасмагории, будет строиться исключительно на сексуальном привлечении. Все. Остальные ценности люди забудут. Это просто умственная эмоциональная платформа. Обманчивая. Да, именно. Как? Они говорят, люблю, любим друг друга, хотим быть вместе. Через полгода начинают оскорблять друг друга уже. Как это получается? Если была любовь. Почему через полгода уже начинаются оскорбления, уже начинают какие-то недовольства, уже какие-то плохие эмоции появляются. Слова, отношения, раздражения. Почему так происходит? Нет разума. Они не видят друг друга глубже, чем приятно-неприятно. Пока ты мне приятно, я хотел на тебе жениться. Ты мне была тогда приятно, дорога, красива, молода. Ты так вот себя вела. И я влюбился. А сейчас посмотри на себя, что ты делаешь, как ты выглядишь, как ты со мной общаешься. Сейчас неприятно мне с тобой общаться. Понимаешь, ты меня раздражаешь. Ты должна быть такой, как тогда мы встретились. И она говорит то же самое мне. Понимаете, те же самые вещи. Как бенгальское пословие. Пословица. Хозяйка. Шаркающий ногами по полу. Разрушить всю семью. Одна дата маленькая вещь может разрушить всю семью, потому что она неприятна. Ты как зубную пасту выдавливаешь. Ну зачем ты так выдавливаешь? Я уже сто раз говорил. Вот так нужно выкручивать снизу. Скандал в доме. Это бытовая жизнь. Платформа «Ума и Чуть». Не удивляйтесь, ум очень силен. Так же, как он сильно принимает приятный объект. Жить не может. Так же и сильно потом отвергает. С ненавистью уходи отсюда. Ненавижу. Ненавижу. Не подходи ко мне. Но вы же только что любите звука. Вы клялись. Вы расписались. Видите, какая страшная штука. Это взаимодействие. Когда разум не подключен. Поэтому обычно браки при помощи старших осуществляли. Всегда в той великой древней традиции. Старшие, которые уже имеют опыт. И с позиции разума смотрят на эти отношения. Как бы в будущее заглядывают. Как мне один статик сказал когда-то, что браки зимние более устойчивы, чем весенние браки. Статистика определила, что весенние браки не очень надежные. Зимние более надежные. Я подумал, надо жениться зимой. Значит, я тогда молодым. И уже тогда извлек урок для разума. Мне была пища. Что надо зимой жениться. Я не хотел разводиться, знаете. Нет, нет, нет. Зачем? Я хотел хорошей семьи. Все по-настоящему. Верности, любви. Все. Но я с разными вещами сталкивался в жизни. Я все там тоже прошел. У меня опыт есть такой же. Разум. И разум видит последствия. И есть первый класс разума. Второй. И третий класс разума. Ну, так же можно все другое рассмотреть. Но мы о разуме говорим всего. Интересно, что первоклассный разум получает опыт жизни. Вы не поверите. На слух. Ему не нужны испытания, пинки судьбы, знаете. Какие-то там внушения. Палки какие-то. Дисциплина, надзор, наказание. Не нужно. Услышал. Все понял. Например, например. Человеку говорят. За воровство. Тюрьма. Там срок от трех до пяти. Или там сколько-то. Со зломом больше. Ну, просто говорят ему закон. Закон. Он слушает. Все. Получил опыт. Воровать не надо. Все просто. Второклассный разум. Он не может получить опыт жизни на слух. Прочувствовать его. Есть наказание за воровство. Он думает. Он думает. Его разум думает. Ну, а если нет свидетелей? Есть риск, конечно. Но представьте, если нет свидетелей. Вы что-то сорвуете. Вы станете богатым быстро. Это его слепляет ум и чувство. Легкая добыча. Вот это вот. Жадность. Вожделение. Он дает на риск. Один раз удачно. Два удачно. Третий раз. Оп. Попал. Попал. Отсидел. Это второклассный разум. Теперь он говорит. Все. Я понял. Я завязал. Все, братья. Хватит. Я туда больше не хочу. То есть, получил опыт именно на примере. На страданиях. Все усвоил. Это разум. И третий классный разум. Это никакой разум. Он не может опыта жизни получить. Ни на слух. Ни на опыте. Рецидивист называют. Рецидив. Интересное явление. Наказывают. Сажают. Он выходит. Снова то же самое делает. И так это повторяется всю жизнь. Он совершает те же ошибки. Или как мы говорим. Вне тюрьмы. Я наступаю на те же самые грабли. В свободной жизни это тоже принцип работает. У нас. Мы не узнаем. Скажем. Грабли были белого цвета. Понимаете. А здесь они оказались красным цветом. Ну конечно я не понял. Те же самые грабли. Но другого цвета просто. Один человек ко мне подошел. И говорит. Я уже третий раз женюсь. И третий раз разбожусь. Скажите. Что я делаю не так. Вот почему со мной такие вещи. Я говорю. Покажи мне фотографии твоих жен. Расскажи. Какие они. Я говорю. Ну посмотри. Ты же одинаковый тип выбираешь. Властных женщин. Красивых. Смелых. Властных женщин. Которые тебя потом хотят поставить на колени. Начинаются конфликты. Ты одну. Один из же образ выбираешь для себя. Первый раз неудачно. Второй раз неудачно. Третий раз неудачно. Ты не можешь понять. Что тебе нужна другая. Это не жену ты выбираешь. Ты выбираешь объект наслаждения. Это что-то другое. Это не жена. Тебе нужно сменить образ жены. Что мы ищем. Жену. Или женщину. Или кухарку. Или служанку. Стиральную машину. Кухарку. Что там еще. Что мы ищем. Мужчину или мужа. А что такое муж. А спросите любого. А сейчас никто не знает. Не знаю что определить. Что такое муж и жена. Мужчина и женщина. Пол. Никакого. Отношение к полу не имеет слова муж и жена. Это обязанности. Положение. Это не пол. Это даже как мать. Мы не рассматриваем с точки зрения пола. Мать это положение. Это совсем другой объект. Смотрите. К матери нет вожделения. Потому что пол тут ни при чем. К отцу то же самое. Пол тут ни при чем. Это положение. И отец или истеряет разум. Принятие именно решений. Мужская форма. Женская форма. Поддерживающая и вдохновляющая форма. Это ее функция. И вот тогда они муж и жена. А если они объединяются без разума и без поддерживающей силы. Это не брак. Это узаконенная проституция. Это чувственное наслаждение. И там где чувственное наслаждение. Разум теряет силу. Подчиняется. Он есть. Но слабый. Он слабый. Человек идет по улице. Летом. И говорит. Оуу. Какая красивая женщина. Глаз видит. Смотрите. Форму. Возбуждается ум. От красоты женщины. Ее фигуры. Ее формы. Так работает природа. Мужская и женская. Автоматически. Автомат это. Это не вы даже. Это просто ваши тела. Ваши тела соприкасаются. Импульсы идут. Гормоны начинают работать. То есть ваша суть здесь ни при чем. Она просто находится в этой ситуации. Это суть. Попадает в эту ситуацию. В зависимости от нее. А наша задача освободить нашу суть от этих вот лишних зависимостей. Которые отвлекают нас от главной цели жизни. И вы думаете. О. Ум начинает помогать. Глаз увидел. Ум возбуждается. Подойди. Познакомься. Ну спросил сколько времени. Ну знаешь. Ну заговори. Ну сделай комплимент. Там. Попытайся. Хоть бы. И ум уже строит план какой-то. А тут еще разум. Видите. Есть оказывается у меня. Он говорит. Ты что с ума сошел? Ты что делаешь? Тебе же рядом жена стоит. Куда ты пошел? Разум ведь оценит еще обстоятельства. И последствия этих обстоятельств. Ну я видел такую картину. Когда мужчины рядом с женами заигрывают с другими женщинами. Тоже. В ресторанах там где-то еще. Прямо на виду это делают. Для того, чтобы разум потерять, нужно немножко интоксикации. И свобода от разума. В Индии мне сказали. Говорит. Вот видишь корова идет. Вдоль лавок. Там на улице прям лавки овощные. Прямо на улице все под такими тентами. Сразу начинается торговый ряд. Прямо на улице идете и все видите. И идет корова. Что она куда? К овощной лавке идет. Я увидела вопрос. И идет туда. А я не хозяин. Нет закона понимаете. Корова. Язык и все. И сразу тянется туда. Там хозяин с палкой. Бабахает. Она уходит в другую лавку. Там туда идет. Там тоже хозяин. И так она целый день ходит. Ну что там идет конечно. Ну то есть аргументом от Бакулы. Палка управляет ей. Но люди же так не ведут себя. Нормально. Увел капусту и пошел сразу. Он понимает. Надо заплатить. Там есть владелец. Разум то есть у него нет. У коровы нет разума. Понятно. Она не видно. Ну в конце концов дай ей что-то. Пусть успокоится. Хорошо. Или вот нищий тоже. Что такое нищий? Это уже разум потерявший человек. Он не может заработать деньги. Не может устроиться в жизни. Разум. Энтузиазм это тоже разум. Вера, надежда, любовь это тоже разум. Это все можно потерять. Смотрите. Можно остаться без ничего. Бездыханным можно жить. Как мертвое существо. Неспособным. Какой-то деятельности. Какой-то цели. Понимаете. Потерять можно энтузиазм. И веру в жизнь вообще. Это все функции разума. Это главная наша сила. Главная удача заключается в этих энергиях. Вера, надежда, любовь и знания нужны. Чтобы не совершать этих ошибок и не разочаровываться. И в самих физических книгах говорится, что чувства контролируются умом. Направляются. Ум контролируется разумом. А разум чем контролируется? И они говорят. Шастры. Шастры это интересное слово. Это оружие для ума. Разум использует оружие. Чтобы контролировать ум. Знамя. Ты что сумасшедшим? Зачем ты хочешь принять ЛСД? Ты видишь последствия какие? Ты слышал об этом? Ты сумасшедший? Нет? Если он сильный, достаточно. Только одного импульса. Стоп. И все. Восстанавливайтесь. Разум? Воля? Или хорошо. Уже пересогнули черту. И вот тут. Нужна помощь еще разумных людей. Врачей. И собственное сильное желание. Тоже можно преодолеть. Любую проблему можно преодолеть. Если человек получит более высокий вкус. Чем наркотик. Чем алкоголь. Чем сексуальное наслаждение. А есть такое. Вот что внутри дела. Это называется шастры. Что-то за оружием. Это мощный духовный вкус. Превышающий опыт чувств и ура. Вот наша цель в чем. Не просто ограничивать себя. Быть разумным. И там. Нет. Нет. Ради чего это делать? Наши поколения спрашивали. Вот вы говорите. Курить плохо. А? Нужно бросить. А ради чего? Смысл-то какой? Ты умираешь. Курящий или не курящий. Как раз ты умрешь? И пьющий, не пьющий. Как говорится. Лучше быть 3 года, да? Чем 300 лет вороной, да? Падалью питаться. Лучше жить 3 года или 30 лет. Питаться свежей кровью, говорит, да? Это Пушкин написал где-то там. Чем 300 лет питаться падалью. Вот в чем смысл они говорили. Поэтому хорошо. Тут я курю, тут я выпью. Но я как-то наслаждаюсь жизнью. А зачем себя ограничить? Ради чего? Я же живу один раз. Так. Ну хорошо. Я могу себя ограничить. Когда я студент. Я могу жить в общежитии. На какую-то стипендию. Но я знаю, что в конце получу образование. Замеру какое-то положение. Буду зарабатывать. И буду наслаждаться жизнью. Ради тех наслаждений я могу терпеть какие-то лишения. Ради наслаждений я готов. Опять же ради наслаждений. Смысл-то в наслаждении. Но этих наслаждений, которые мы имеем и ставим этой целью, недостаточно, оказывается, нам. Спросите любого, кто достиг успеха. Вот такого материального. Да хоть какого. Хоть всю империю. Спросите любого. Почитайте историю. Кто из императоров был счастлив? Седьмой уж год я царствую свободно, но счастья нет измученной душе. Шекспир. Нет счастья измученной душе. Это такое бремя власти, деньги. Боже мой. Ради чего? Крох от чувственных наслаждений. Да, может там банкиры, там и прочее. Что они там? Они едва успевают поесть. У них временное наслаждение толком-то и нет. И наслаждаются они в основном в уме. У меня небоскреб. Но ты же не живешь во всем небоскребе одновременно. Ты в какой-нибудь уголке сидишь и все. Ты думаешь, ты Кем. Тебя опять обманывает ум. Я богат. Я умираю богатым. Хорошо, вы едите мороженое с ладони. Что вы бедный человек? А я богатый, ем с золотой тарелки. Но вкус мороженого-то не изменился. И размер желудка остался прежним. Иллюзорное наслаждение. Это все позиция разума. О чем я говорю. Он может это все измерять, сопоставлять и видеть последствия всего этого. Итак, разум принимает решение. Он различает, что хорошо, что плохо. Это одна из его функций. Другая функция разума – сомневаться. Вы говорите, есть шастра, освобождающая нас от каких-то чувственных наслаждений, дающих высокий вкус, более высокий вкус. Самадхи вы говорите, транс какой-то, экстаз, может быть, как его назвать. Я сомневаюсь. Не было у меня такого опыта. Есть сомнения, естественно, есть сомнения, раз опыта не было. Это разум. Я, если я просто слепо принимаю, это отсутствие разума. Или слепо отвергаю, тоже отсутствие разума. Разум сомневается для того, чтобы исследовать. Так, вы утверждаете. Не только вы утверждаете, да? Значит, в книгах тоже это есть. И даже там целая система, да? Описано, как эти уровни, да, вот, счастья. То есть, какая-то новая система. Хорошо, давай-ка я посмотрю. Ну-ка, я исследую, сам подумаю. Это разум. И когда он уже получил все необходимые аргументы, следующая функция разума делает окончательный вывод. Именно он. Окончательный, то есть, без колебаний. В я вас, я ятмика, будь тир, эке хакуру, нан дана. Одна цель остается у него. Вот тут вы уже могущественный человек. Много ветвей, сразу же, тех, кто нерешительно, говорится. Вы ничего не достигаете, оставаясь на уровне сомнений. Сомневаюсь, что душа несчастного ни в этом мире, ни в следующем говорится о бедах. Вы должны найти цель, сделать выводы непоколебима. И вы достигаете. Вот и все.